всем здравствуйте итак очередное видео я начну с ремонта эта брошь не нуждалась в ремонте я ее хочу показать только что для того чтобы обсудить что материал из которого она сделана это не железо то есть берлинское железо я те же самые традиции и скорее всего тоже германия и возможно тот же самый завод но материал данном случае скорее всего латун вот посмотрите на носик он потерял черную краску и кончик носа у дамочки такой зеленовато розовый я не знаю как даже назвать латунный латунного цвета брошку я уже по чистила использую как я уже рассказывала масло которым который мне очень рекомендовал мой супруг он тоже пользуется при реставрации пианино роялей у меня настройщик профессиональный затем я вклеила жемчужины я приложила увидела что это очень хорошо выглядит все вакансии теперь заполнены жемчужинами и вернулась и вернулся кристалл синий кристалл в один из цветков здесь было тоже пусто ну вот я решила вам и показать после ремонта выглядит она очень хорошо на мой взгляд перевернул снова я не знаю чехословацкая лето брошь так какая же мне компания сегодня попалась а джуди ли компания тоже делали броши с разноцветными кристаллами fruit salad вот такого типа но такой же точно я конечно не видела если бы это были они они бы маркировали брошь я думаю что эту брошь все-таки наверное 50-е годы может сороковые 50-е вот так вот ну теперь у нее свежие новые жемчужины а жемчужины здесь были абсолютно точно я вот только не вижу куда я делал кулечек вот я специально оставила когда очистила брошь она была очень грязная вот эти три оставшиеся жемчужины просто от нее отвалились и здесь даже вот не жемчужина бусина уже видимо оригинальные бусины давно уже покинули брошку и хозяин хозяйка пыталась восстановить утраты использовала бисер ну в общем в любом случае эти бусинки уже шарики не годились для ремонта они потеряли свой перламутр ну вот показала вам это и еще одна брошь она тоже была не так давно по моему позапрошлое видео здесь были вакансии вот где кристаллы сейчас вклеены вот эти лапки которые держат большой кристалл вот брошка старая очень красивая права брошки очень и старый замочек я думаю что это самое начало 20 века это брошь ну и неудивительно конечно что кристаллы были утрачены вот эти мелкие в лапочках как ручками держат кристаллик прижимает к себе брошка теперь я покажу совсем новые брошки которые ну то есть они уже куплены какое-то время назад и я сегодня покажу несколько спрей брошек вот первая из них брошка серебряная думаю что это пятидесятые может шестидесятые потому что позолота на ней очень как-то так вот уже совсем тоненький такой слой да очевидно gold плейдит потоньше и слабее держится и здесь должно быть написано что это стеллинг ну если я перевернула вверх ногами извиняюсь брошь конечно же старенькая винтажная думаю пятидесятые же начало шестидесятых вон видите амальгама на кристаллах здорово пострадала странно как то могло случиться что она внутри защищена вот этим оправой и и все равно все равно пострадала бывает что и очень винтажные брошки винтажные кристаллы амальгама на них все еще есть даже если она потемнела в общем вот такая брошь красивый цветок довольно высокая да ну что-нибудь около 9 сантиметров я думаю сегодня будут только спрей брошки потому что их собралось какое-то количество сейчас я все это количество я покажу так вот она красивая брошь я думаю что это наверное семидесятые годы спрей брошки вот с такой проволочкой с такой с нанесенным каким-то рисунком я уже имею в коллекции думаю что вот они родные должны быть сестры поднесу ближе какие кристаллы здесь они открыты с этой стороны амальгама на них нет тоже симпатичная голубая брошь примерно ой около 10 сантиметров высоту вот интересная старая брошка я думаю что это могут быть шестидесятые годы и на ней вот такие ягодки эмалевые листочки ягодки из бусин и закрыты вот такими маленькими кристаллами они не свободно болтаются они зафиксированы проволочка держит их надежно вот такая спрей брошка с эмалевыми листиками маркировки я на ней не вижу не исключаю что это австрия но маркировку просто некуда поставить может быть поэтому ее здесь и нет потому что американская брошка далее вот еще одна спрей брошка с розовыми кристаллами они примерно все одного роста 9 10 сантиметров так переверну очень хорошо держится барашек не крутится крепко там сидит тоже кристаллы часто открыты часть закрыта я не знаю может и не от жулиана хотя все в тех самых традициях я совершенно не помню показала ли я вот эту брошь кажется знаете я иногда сделаю видео и она мне не понравится и я его не выкладываю возможно я уже пыталась снять на видео эту брошь и поэтому я у меня такое чувство что я как будто уже и снимала и так вот такая брошь встретилась мне брошка спрей с кристаллами это кристаллы стеклянные сейчас я даже найду крючок любимый и именно звенит как стекло розочка в центре это брошь имеет маркировку смотрите надеюсь не перевернула вытолнимо и через косую черту 25 но замочек у нее который соответствует так примерно конец 30-х 40-е годы ну и состояние наверное где-то примерно такое же 30-е 40-е зеленая роза символом чего является зеленая роза что-то я не припомнила кажется нет таких потому что собственно зеленые розы не так часто встречаются хотя у меня в саду есть такая и так вот еще одна спрей брошь думаю что это могут быть 60 и 70 здесь у нас молочное стекло это точно молочное стекло я проверяла могу еще разок да надо стекло потому что как бы все такое в подвешенном состоянии и звук может быть не ой нет не характерны для стекла но тем не менее это стекло я я уже проверила и зубами тоже немного утраты эмали здесь есть мне кажется есть белая малья попробую восстановить не получится уберу такая брошка что это за цветок такой так фантазийный симпатичный была очень недорогой помню перевернула со всех сторон и еще я покажу вот эту брошечку и и по моему еще не было ни в одном видео и я хочу вам показать с птичками и так здесь очевидно гильеж эмаль две маленькие птички брошка старая потому что у него такая булавка и там есть маркировка на булавке и сейчас я вам ее покажу я только не уверена что ой будет очень сложно и показать потому что игла не отгибается вот я сделаю как смогу близко и на всякий случай переверну маркировку вот с этой стороны с этой тоже не знаю возможно ли будет прочитать в общем я уже пыталась и там помнится какая-то аббревиатура мне не читаемая кому-нибудь из вас может быть из моих зрителей это что-то скажет эта маркировка и вы очень прошу поделитесь со мной информацией это было бы здорово брошка маленькая но очень симпатичная симпатичные птички и так на сегодня это все только эти новинки я сегодня покажу и показала ремонт я в нескольких своих видео позволила себе читать стихи и делюсь со своими зрителями своим лирическим настроением и сегодня хочу прочитать стихотворение в самом начале второй мировой войны анна ахматова забыв все свои обиды на советскую власть пишет такие строки очень пронзительные стихи мы знаем что ныне лежит на весах и что совершается ныне час мужества пробил на наших часах и мужество нас не покинет не страшно под пулями мертвыми лечь не горько остаться без крова и мы сохраним тебя русская речь великое русское слово свободным и чистым тебя пронесем и внукам дадим и от плена спасем навеки желаю всем своим зрителям только доброго пока пока пока